Рад видеть вас на канале Девайс. Сегодня на обзоре видеокарта от компании Гигабайт, модель GeForce GTX 1660 OC6G. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и разных девайсах к ним. Гигабайт GTX 1660 – это доступная видеокарта среднего класса на базе графического процессора TU116 с микроархитектурой NVIDIA Turing. Среди достоинств этой модели стоит отметить профили заводского разгона GPU и использование тихой фирменной системы охлаждения Windforce 2X на основе высокоэффективной композитной тепловой трубки и двух долговечных осевых вентиляторов на шарикоподшипниках. Производительная система охлаждения обеспечивает определенный запас прочности для дополнительного умеренного оверклокинга как графического процессора, так и памяти. Видеокарта Гигабайт позиционируется как доступный продукт средней ценовой категории, предназначенный для сборки игровых и универсальных бытовых систем разумной стоимости. Умеренное энергопотребление делает ее отличным вариантом для апгрейда существующей конфигурации. Благодаря прогрессивной микроархитектуре и повышенным тактовым частотам быстродействия этой модели вполне достаточно для комфортного гейминга в любых популярных игровых проектах этого года, в Full HD разрешении при высоких или максимально возможных настройках качества графики. Оборудована значительным объемом графической памяти 6 ГБ GDDR5 с шиной 192 бита и четырьмя цифровыми интерфейсными портами DisplayPort и HDMI. Надежность и экстремальный оверклокинг под система питания графической платы предусматривает применение достаточного количества фаз с целью обеспечить заявленную производительность и благоприятный температурный режим работы ключевых компонентов на фоне продолжительного срока службы изделия в целом. Реализованная схема позволяет защитить компоненты от перегрева и сформировать сбалансированную нагрузку на каждый полевой транзистор, дроссели и конденсаторы, сертифицированные в рамках концепции UltraDurable. Система охлаждения Windforce 2X в составе радиатора медных композитных тепловых трубок прямого контакта с кристаллом ГП и двух 90-мм вентиляторов с уникальным профилем крыльчатки вращаются в альтернативном направлении функция 3D Active. Демонстрирует исключительную эффективность теплоотвода, обеспечивая прирост производительности и комфортный температурный режим работы видеоподсистемы. Альтернативное вращение вентиляторов. Уникальная технология Gigabyte Alternate Spinning позволяет оптимальным образом распределять турбулентные потоки применительно к системе охлаждения на базе нескольких вентиляторов. В том случае, если направление вращения вентиляторов совпадает, велика вероятность возникновения турбулентных потоков, завихрений воздушных масс между соседними вентиляторами, которые снижают эффективность расчетной схемы теплоотвода. Инженеры Gigabyte предложили оригинальный вариант взаимодействия трех вентиляторов, когда центральный вентилятор вращается в альтернативном направлении. Таким образом удается оптимизировать распределение воздушных потоков между вентиляторами и значительно снизить негативный эффект от турбулентности. Уникальный дизайн лопастей вентиляторов. Объем воздуха в заданной зоне рассекается лопастями особого профиля с оребрением, которые помогают нарастить давление воздушного потока. Прямой контакт теплоотводящих трубок. Основу конструктива системы охлаждения составляет выполненный из очищенной меди радиатор, подошва которого соприкасается непосредственно с кристаллом ГП. Эффективное охлаждение видео ОЗУ реализовано средствами металлической пластины значительных размеров, которая примыкает к модулям памяти. Защитная пластина на тыльной стороне печатной платы. Тыльная поверхность печатной платы накрыта металлической пластиной, которая надежно защищает конструктив в целом и распаянные на плате компоненты в частности от повреждений, например, в случае падения изделия. Для подключения видеокарты Gigabyte GTX 1660 используется интерфейс PCI-Express 3.0. Потребляемая мощность модели может достигать 150 Вт. Минимально допустимая выходная мощность источника питания 450 Вт. Aorus Engine – современный интуитивно понятный интерфейс фирменного ПО обеспечивает быстрый доступ к настройкам тактовых частот, напряжение питания, режимом работы вентиляторов в зависимости от потребляемой мощности. И все это в реальном времени, исходя из требований конкретной игры. GeForce Experience – стримьте игры, снимайте видео и скриншоты и делитесь ими с друзьями. Своевременно обновляйте драйверы видеокарты и оптимизируйте игровые настройки. GeForce Experience позволит вам все это сделать с легкостью. Это очень полезное дополнение для вашей видеокарты GeForce. NVIDIA Ansel – мощный фоторежим, который позволяет создавать внутриигровые скриншоты на уровне профессионального фотографа. Теперь вы можете записывать и делиться своими лучшими игровыми моментами, делая снимки в максимальном разрешении – с охватом 360 градусов с поддержкой HDR и стерео. NVIDIA Broadcast – стримьте дома, как в студии с NVIDIA Broadcast. Приложение NVIDIA Broadcast обеспечивает новый уровень стримов, голосовых чатов и видеозвонков благодаря устранению шумов, виртуальному фону и другим передовым инструментам на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Цена. Нет RGB-подсветки. Не хватает охлаждения на максимальных настройках. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов. Сейчас расскажу. Шикарная надежность. Производительность. Не шумная. Качество сборки отличное. Поддается разгону. Дроссели не пищат. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся!